Сегодня остановимся подробнее на теме, которая интересна и актуальна для каждого. Это вопрос здравоохранения. Если разбирать основную статистику по отрасли за последние пять лет, то показатели следующие. По демографии рождаемость на стабильном уровне при падающих цифрах по смертности. Плюс к этому снижается число злокачественных новообразований, болезни кровообращения и показатели по травмам. Что касается планов, то приоритетными задачами здравоохранения Якутии обозначено повышение качества обслуживания населения и развития высокотехнологической помощи. Об этом сказал глава республики Егор Борисов в ходе нашего интервью на канале НВК Саха. Серьезное внимание будет уделено именно высокотехнологичной медицине. Наш корреспондент Саргалана Захарова о технологиях, которые уже сегодня внедрены и будут работать в перспективе. Какие возможности это открывает для медицины Якутии и жителей республики? Медицинские учреждения республики ожидают обновления оборудования на сумму более миллиарда рублей до 2017 года. Речь идет о больницах третьего уровня, в которых оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. В 2012 году такие услуги в республиканских больницах получили всего 400 человек. Но с каждым годом эта цифра увеличивается и в прошлом году она достигла 8 тысяч. Сегодня наши медики, надо дать им должное, научились делать все. Кроме пересадки сердца, например, все операции на сердце делают на территории Якутии. Мы сегодня делаем на территории Якутии, в Якутии, в наших центрах пересадки, правда, родственных, но печени. Вы, наверное, слышали, что совсем недавно провели пересадку почек, притом от трупного. Мы сегодня добиваемся, ищем такие возможности, чтобы трупные были пересадки по печени. У нас очень большие проблемы. К сожалению, по печени проблемы сохраняются. Ну и высокотехнологичная медицина нужна для ранней диагностики. В Якутии, согласно статистике, первое место по смертности занимает заболевание сердечно-сосудистой системы. В Национальном центре медицины больше половины оказанной высокотехнологичной медицинской помощи приходится именно на это направление. В центре выполняются все виды операций по сердечно-сосудистой патологии, включая привлеченные пороки, врожденные пороки, ищемистская болезнь сердца, нарушение ритма сердца. Это основные направления кардиохирургии. А также у нас есть отделение сосудистой хирургии, которое занимается реконструктивой операцией на магастральных сосудах. Это сонные артерии, артерии нижней конечностей, почечные артерии и так далее. Выполнять такие сложные операции и выявлять заболевания даже на ранней стадии позволяет обновленное оборудование в рамках программы модернизации здравоохранения. С 2012 года в центре работает компьютерный томограф. На нем проводят детальные обследования сосудистой системы человека. Благодаря аппарату врачи могут заблаговременно выявить малейшие нарушения. А главный его плюс заключается в возможности исследования сразу нескольких частей тела. Все рутинные исследования взрослых, детей, также специализированные исследования коронарных артерий, ну и ангиососудистых различных программ. В принципе, отделение работает у нас в круглосуточном режиме. В круглосуточном режиме у нас оказывается детская экстренная и неотложная помощь. В этом году в отделении кардиохирургии открыли стационар на 7 коек. За полтора месяца в нем получили необходимую помощь более 90 человек. Как отмечают врачи, для такого количества мест этот показатель весьма обнадеживающий. Более того, пациенты признаются, что в руках своих врачей чувствуют себя намного увереннее. Приняли все, сделали быструю операцию, потому что мне срочно надо было обслуживание, очень хорошую операцию и послеоперационный период. Вы знаете, я в восхищении, что у нас в Якутске появилась своя кардиологическая больница, что не надо ехать куда-то, тратить наши деньги. Теперь в отделении ждут очередной прорыв. С сентября планируют начать производить операции при сложных нарушениях ритма сердца. Но и это еще не все. В будущем, в дальнейшем, мы планируем развивать интервенционные методы лечения не только при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, но и при других заболеваниях. Это при онкологии, химии, эмболизации, эмболизации при миомах матки. И также планируем расширить лечение при врожденных пороках сердца, то есть установка ортальных клапанов. Еще одно немаловажное направление в медицине, развитию которого уделяет большое внимание – реабилитация новорожденных. Отделение было открыто в 1998 году. Тогда оно было рассчитано всего на 6 коек. Но с введением новых критериев ВОЗ его расширили до 12 коек. А также в этом году закупили новое оборудование, позволяющее выхаживать детей даже с самым малым весом. Конечно, это очень затратная область. И эти дети требуют большего внимания и большего количества дорогостоящего оборудования, в частности, дыхательной аппаратуры и оснащения кувеза. Сегодня в отделении оказывают практически всю необходимую помощь новорожденным, за исключением операции при пороках сердца. Малышам с родителями приходится выезжать за пределы республики. Но с дальнейшей модернизацией кардиохирургического отделения даже такие сложные операции будут проводить в своих стенах. Знаменательное событие произошло на дня в онкологическом центре республики. Установлено новейшее оборудование лучевой терапии. Вот это и есть аппарат, который предназначен для использования ионизирующего излучения, который позволяет уничтожать онкологические клетки у онкобольных пациентов. И при этом максимально безопасно применять этот метод по отношению к здоровым органам и тканям. Отметим, что сегодня от разных видов онкологических заболеваний в республике страдают 11 тысяч человек. Каждый год на учет встают более двух тысяч. Эти цифры вызывают у врачей серьезное беспокойство. Трудности мы отправляем по КУОТам, по российскому КУОТам, в Центральный институт Российской Федерации. Это Москва, Санкт-Петербург, Томск, Новосибирск. С приобретением нового аппарата лечение пациентов должно выйти на новый уровень. Однако его запуск еще только предстоит. Новые технологии требуют новых знаний, подходящую к квалификации врачей. Все работают как врачи, специализированную помощь. Но чтобы сделать уникальные виды операции, сложные виды операции, им надо обучиться этим методикам, ехать в такие крупные базовые и зарубежные клиники, и в наши федеральные клиники, где они у ведущих головных профессоров учатся вот этим методом. Или на себя приглашают, и здесь вот мастер-классы. Там очень много методов обучения. Таким образом, если грамотно сочетать все аспекты высокотехнологичной медицинской помощи, то можно добиться того, что отпадет необходимость транспортирования пациентов в другие регионы. Все, даже самые сложные операции, будут проводить в республиканских больницах. В результате должна повыситься продолжительность жизни населения и в разы уменьшится смертность от разных видов заболеваний. Саргалана Захарова, Иван Семенов, Георгий Григорьев. Якутия. День за днем.